У меня в руках отзывы руководителей крупнейших стран мира, с юзуходом и жизнью Горбачёва, президента США, президента Франции, канцлера Австрии, генеральный секретарь ООН, британского премьера. Суть их сводится к тому, что Горбачёв своей политикой принёс безопасный мир, свободу, незамисимость и достоинство людей. Я человек, воспитанный на традициях русской и православной культуры, советского патриотизма и придерживаюсь правила, что обувшедшие жизни или хорошо, или ничего. Но это тот случай, когда он не касается крупных политик. От их деятельности зависит судьба мира, благополучие людей, зависит достоинство целых государств. Я не разделяю абсолютно эти оценки, и вам это хорошо известно. Более того, я считаю, что Горбачёв был одним из тех правителей в тысячелетней истории России, который принёс всем народам, не только нашей страны, союзникам и друзьям, абсолютное несчастье, горе и беду. Я работаю в Центральном комитете, у меня в достоверении подписано Андропов, курировал Северный Кавказ и бывал много раз, в том числе на её родине, Ставрополье. И когда встречался с руководителями, вдруг услышал их оценки, когда Горбачёв там был первым руководителем партийной организации. Сказали, ничего не умеет, затевать будет реорганизации, сталкивает людей лбами. Это трагедия, что он пришёл к армилу политической власти. Всё это подтвердилось с абсолютной точностью. Первое и главное преступление Горбачёва заключается в том, что он получил в наследство могучую державу, с которой считались все в этом мире, которая производила 20% мировой продукции, треть электроники, которая имела все зоны безопасности. Я, служа в группе советских в Германии, это ощущал, потому что немцы с нами здоровались через дорогу. Мы были великой державой, которая производила треть самолётов в мире, и каждый третий в мире летал на наших виллах и тушках. Мы были передовой в области десятка ведущих направлений, будь то авиация, ракетно-космическая техника, электроника, лазерная техника, система противовоздушной обороны, всего на свете. К несчастью и сожалению, с приходом Горбачёва всё это было предано. Главное его преступление состояло в том, что он до конца не понимал, что КПСС не является партией, а является системой государственно-политического управления, которая сложилась в среду чайных условий, и которая оправдала себя ленинско-сталинской модернизации, собрала распавшуюся империю в единое советское государство, построили почти 10 тысяч лучших заводов, одержали победу над фашизмом, прорвались в космос и создали ракетно-ядерный паритет. Это и обеспечило нам уверенное и достойное будущее. Вместо того, чтобы реформировать партию, он решил её просто уничтожить. Почти сотни первых руководителей, министров были изгнаны из Центрального комитета под давлением его команды, которую он тогда собрал вокруг себя. Это оказалась команда откровенных предателей, будь то Якулью, Шевернадзе, Ельцин, Бакатин или Ижесни. Второе его преступление состоит в том, что он всё сделал, чтобы ликвидировать советскую власть. Он предал советскую власть. Мой отец не был членом партии, но работая почти полсотни лет учителем, сражаясь за советскую державу, потерял ногу под Севастополем. Будучи инвалидом первой группы, когда я попал на партийно-комсомольскую работу, он сказал, запомни, сын, ничего в этой жизни лучше советской власти не было. Были ошибки, трудности, проблемы. Но она думала о простом человеке. Она только женщинам дала 21 привилегию, начиная с декретного отпуска. Она сделала доступным образование медицину для каждого гражданина. Она нас подняла к высотам победы. Вот эта советская власть, власть народа, была предана самым циничным и безостенчивым образом. В соответствии с законами, граждане страны имели право проголосовать на всенародном референдуме. Они высказали почти 77% желаем жить в едином союзном Отечестве. Горбачев, Ельцин и вся эта комарилия предали и это историческое решение. Это преступление не имеет сроков давности, и мы все прекрасно понимаем. Третье ее преступление заключается в том, что у народа отобрали все, что он отвоевал за последние 100 лет. Все отобрали. И право на работу, и нормальное медицинское обслуживание, и образование, и социальные гарантии, и достойную пенсию. Все, вот что вы знаете, взяли и отобрали. Даже те сбережения, которые у старушки лежали на черный день, и то обесценили, превратили в бумагу пустую. Еще одно преступление. Я был просто шокирован. Он и предал всех своих друзей и союзников рядом. Я в Германии служил, близко знал там историю, ситуацию. Рихонекер был предан до такой степени, что его выселили из страны. Он еще недавно с ним обнимался, своими глазами это видел. И его посадили в Германии в ту же тюрьму, и в ту же камеру, где он сидел при Гитлере. И когда в декабре 89-го года на Мальте они встречались с бывшим старшим и с Джеймсом Беккером, госсекретарем Ша, они встречались тогда, даже природа взбунтовалась против того, что задумал Горбачев с этой Камриль. Даже природа взбунтовалась, там поднялась дикая буря, американский корабль бросала из стороны в сторону, а наш большой лайнер Максим Горький стоял устойчиво. Там провели переговоры. Когда сели за стол переговоров, Горбачев ни с того ни с сего сказал Бушу, что мы решили ликвидировать Варшавский договор, уйти из Восточной Европы. Вейкер потом писал, что мы вспотели от этой новости и думали, а сейчас какие нам выкатят новые требования, сколько нам придется за это платить и потребовать ли распускать НАТО. А он сказал, да нет, у нас новое мышление, мы, собственно говоря, принимаем решение, а вы тут считайте, делайте, что хотите. Мы предали всю систему безопасности, за которую положили в головы 27 миллионов лучших сыновей и дочерей нашей державы, вашей предки, в каждой семье, из тех, кого мы потеряли в годы Великой Отечественной войны. Я могу перечислять и дальше, но вопрос заключается в другом. Вопрос заключается в том, что мы, видя, что творит Горбачев и вся эта комарилья, создали Компартию РСФСР. Нас гнобили, нам даже счета не открыли. Нам не хватило года для того, чтобы объединить все здоровые патриотические силы, чтобы выгнать этих правителей, в кавычках, из Кремля и со Старой площади. Я тогда обратился словом к народу, и архитектуру развали. Меня разбирали долго, в том числе и на Политбюро. Потом на 10 лет сфабриковали дело, но, слава богу, тогда заступились. И Юрий Бондарев, великий писатель, вместе шел с комитетом. И Станислав Говорухин, вместе с кинематографистами. Иосиф Кобзон, вместе с певцами, Михаил Ножкин, Александр Проханов, Валентин Чикин. Стали подлинные патриоты, прекрасно понимая, что это будет необоснованная расправа. Но дело не в расправе. Сейчас будут словословить, это их дело, но нам надо честно отмежеваться от предательских, лихих девяностых. В противном случае, никакого оздоровления и никакой победы над нацизмом и фашизмом не будет. Это очень принципиальная позиция. И от честных оценок сегодня на этот счет зависит, справимся ли мы с теми вызовами, которые обвалились на нашу страну. Народ давно высказал свою оценку и приговор Горбачевщин. Давно. В 96-м году Горбачев в январе своей командой создали комитет по выборам и выдвинулись на президентские выборы. Для меня это было удивительно и неожиданно. Но самое удивительное заключалось в том, что я, работая на выборах на Северном Кавказе, вдруг на ее родине, на Ставропольщине, там, где он родился, услышал, никто из нас за него голосовать не будет. Он всех нас продал и предал. Он провел воровскую приватизацию, у нас все отняли. Все, что имели, все отняли. За него проголосовало 0,5% избирателей от всех 0,2%. Это и есть народный приговор всей его преступной предательской политики. И об этом говорить сейчас смело и спокойно. Это был приговор народа. Более того, мы провели открытые судебные расследования, в том числе и в связи с импичментом Ельцина, в Думе 20 с лишним томов лежит, где все это доказано. От беловежья, предательства нашей армии, бедства из восточной Европы. Если бы он соображал или думал о безопасности, то, выводя из той же Германии группировку войск, у нас там было почти 500 тысяч, крупнейшая, сильнейшая армия. Надо было всего один пункт написать в соглашении, что мы уйдем при условии, что никогда Германия в ближайшие века ни в какие НАТО вступать не будет. Это касается и восточной Европы. Мы имели группировку Польши, Чешловакии, Венгрии. Это касается и Прибалтики. Там сегодня сносят памятники, маршируют нацисты и всякой сволочи издеваются над русскими людьми. Все оттуда растет. И цветет, и пахнет. Вот сейчас увидите по отзывам. Все, кто наворовал все, носовал карманы, кто обогатился на этом преступлении, унижении, разгроме страны и обворовывании населения, сейчас будут или чечукать, или заикаться на эту тему. Лучше бы помолчали, потому что более красноречиво доказательство этой преступной политики, чем нынешняя система безопасности в мире, в Европе, в Российской Федерации, трудно себе представить. Гляньте по периметру нашей страны, и вы увидите последствия этого предательства. Восточная Европа, место безопасности получили тех, кто гонит оружие на Украину. Прибалтика нацисты и фашисты задают тон, затыкая рот тем, кто строил там заводы, осваивал производство, открывал порты новые. Украина, ридная Украина, где 82% считают родным языком материнским. Русский сегодня не могут говорить на родном языке, и мы вынуждены снова платить жизнями лучших своих сыновей, солдатов, офицеров, которые избавляют ее от нацистов, бандеровцев и всякой царушной сволочи. Кавказ пять войн прогрохотала после того, как он предал всю страну. Я был и своими глазами видел все это безумие, начиная от Абхазии, Южной Осетии, Нагорного Карабаха, войны в Чечне, где погибло сто с лишним тысяч человек, Средняя Азия и дальше по периметру. Если бы проводили нормальные реформы и понимали, что бессильного государства, умной централизованной власти, общественных настроений, чувство коллективизма, патриотизма наша держава осуществлять не может ни в какой форме. Она должна опираться на эти главные пласты и достоинства. Все это было родано, редано самым бездарным, самым унизительным образом. Тут ее пытаются ставить рядом Николай II профукал империю и этот в великое советское государство. Но Николай II влез в войну Первую мировую за деньги банкиров Лондона, Парижа, Нью-Йорка. Абсолютно никакой надобности не было. Он не способен был управлять Великой империей. Еще Александр III, отец сказал, Николашка царству не готов, Бог не дал ни ума, ни воли. Оценка была абсолютно объективной. Но этот-то получил Державу с огромной армией, с могучим производством, с великой наукой, лучшей социальной системой. И спустить их только для того, чтобы улыбалась Тенчер и похлопал по плечу Буш, это самое унизительное, что может быть для государя и политика. Я вам советую перечитать вечерком своим детям Данте Легири. По-моему, 700 лет исполнилось, как он написал божественную комедию, начальное название, по-моему, ад. Там он всех распределил в аду по кругам. Так вот, последний, девятый круг был для предателей, предавших родину, детей, страну, друзей, близких, союзников. Большего предателя в нашей тысячелетней истории, чем Горбачева, она не знает. Наверное, и Всевышний это услышал. После начала освободительной операции, борьбы против нацизма, фашизма, бандеровщин, он убрал уже с тела земли и Кравчукова, и Шушкевича, и Горбачева. Я думаю, Всевышний и природа очищает землю для того, чтобы она спаслась от предателей, нацистов, фашистов, и все сделала, чтобы победила дружба и справедливость. Спасибо. Продолжение следует... Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова